Я иногда даже смотрю, почему бы нет. Но я не считаю, что это конкуренты мои. Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это у нас с вами будет ужин. Я приготовила вот такие вот пластиковые вилки и ножки. Потому что сегодня у меня керамическая посуда. Чтобы не трепать ваши нервы, так скажем. Особо так я подготавливаться к видео не стала. Все, что вы видите сейчас перед собой, я не покупала, не готовила. Просто это то, что было у нас в холодильнике. То, что я должна была кушать на ужин. Я подумала, почему бы не снять такое видео. Тем более вы часто пишите мне, что не хватает домашней еды. Что это? Это булгур. Я не знаю, как по-русски правильно. Но это что-то вроде риса. Вот такой вот. И сосиски. Обожаю сосиски. Вода у меня с лимоном. И поужинаем с вами. Очень хочу на днях сделать стрим. Правда, я никак не могу разобраться в настройках. Это меня жутко бесит. Почему все могут сделать стрим? А я не могу. Сегодня конкретно буду сидеть и копаться. Два года моему каналу и ни разу на моем канале не было стрима. Это нужно срочно исправлять. Какие сосиски вкусные. Вообще, как зритель, сама тоже люблю посидеть на стриме. Поболтать со своим любимым блогером. Я думаю, что часто все равно стримы я делать не буду. Я планирую, что раз в три месяца, в четыре месяца. Если сумею все это настроить. Здесь еще мелко нарезанная морковка. Вообще, очень люблю морковку. Но очень полезная. Тем более, вы очень часто просите меня именно снимать какую-то домашнюю еду. Насколько можно домашней еды. Я уже выздоровела и, знаете, так соскучилась по роллам. Так мне хочется. Калифорняшек. Филадельфия. Горячие запеченные роллы. Поэтому, скорее всего, завтра будет такое видео. Перед тем, как снять, конечно же, посоветуюсь с вами в моем инстаграме. Если все дадут добро, то обязательно снимем. Я стараюсь всегда спрашивать ваше мнение. Кстати, вот два у меня новых соуса от Слободан. Грибной мы еще в прошлом видео с вами пробовали. Как-то, знаете, ну не вау. Вот честно, неплохо есть можно, но не вау. Все-таки для меня номер один это вот сырный. Вот круче этого соуса я не видела ничего. Раньше очень любила майонез, но когда попробовала этот сырный. Также вот с булгуром сырный соус уйти в тему. Любое блюдо украсит. Насчет стрима. Пишите в комментариях, как вы думаете делать, не делать. Просто часто я вижу в комментариях, что пишут, вот Марина делает стримы, почему ты никогда не делаешь. Поэтому я решила, почему бы нет. Сделаю один раз. Посидим, покушаем, что-то интересное. Вода с лимончиком. Бомба. Я снимаю, кстати, сегодня с искусственным освещением. Это на самом деле очень удобно. Можно не париться, весь день заниматься своими делами, а потом вечером вот включил искусственное освещение и снимаешь. Но я не знаю, насколько вам больше нравится так. Мне, например, больше все-таки комфортнее, когда есть дневное освещение. Но просто так, как у меня и работа, и дела, и все такое, за днем времени почти не бывает. А хочется чаще. Хочется снимать как можно чаще. Еще хотела бы затронуть такую тему, как реклама. Реклама на моем канале других каналов. Фатя очень часто пишут, мне очень часто пишут. Но прямо на днюк идет, и, наверное, человек два обязательно напишет. Это какие-то начинающие мукбанкеры. Даже некоторых вы смотрите. Они просят сделать рекламу, например, своего канала. Не бесплатно, конечно. Предлагают разные суммы, даже очень даже хорошие. Просто я считаю, что это не совсем правильно рекламировать кого-то на своем канале. Во-первых, это раздражает людей. Раньше я такое делала. Но мне кажется, я много кого отвернула от себя именно этим действием. Поэтому убедительная просьба. По таким вопросам. Не писать. Дело даже не прямо, знаете, именно в мукбанкерах. То есть, если даже это будет какой-то кулинарный канал. Любой другой канал. То есть, я не рекламирую. Один кулинарный канал даже предложил мне 10 тысяч рублей. То есть, дело не в сумме, ребят. Дело как бы в репутации, можно так сказать. Вы когда-нибудь увидели, например, чтобы Алена Веном, ну, к примеру, да, она рекламирует чей-то канал. Я ни в коем случае себя не сравниваю с Аленой Веном. Куда мне до нее вообще? Но все равно я как бы стремлюсь тоже к большой аудитории, к хорошей репутации. Поэтому. Вот вы замечаете, что у меня в Ютубе вообще не бывает рекламы, да? Прямой рекламой, я имею в виду. Я не говорю про монетизацию. Монетизация сейчас, так как в декабре, уже много рекламы всплывает. Не только у меня, у всех так. Это декабрь единственный месяц. Такое. В январе в дизе желтенькие штучки, которые вы видите, они вообще выходить не будут. Ютубу это выгодно, да? То есть, очень много заказчиков рекламы, именно в декабре бывают. Так вот, к чему я это все говорю? Я просто даже не хочу назвать имена начинающих мукбанк-каналов, которые у меня хотят рекламу. Просто мне кажется, хоть некрасиво будет. Я очень рада, что есть начинающие мукбанкеры. Она мне вообще очень нравится. Вроде женщина такая, ну, не молодая, да, так скажем. Не хочу ее обидеть, но очень грамотно рассуждает. Под Фатином одним видео она оставила такой умный комментарий. Вот мне по душе она, мне она нравится. У нее, по-моему, там она наполовину немка, что-то такое вот, да? Ну, приятная, классная, мне нравится. Я иногда даже смотрю, почему бы нет. Но я не считаю, что это конкуренты мои. Ни в коем случае. Это все мои коллеги, я считаю. Причем очень-очень достойные. Особенно вот эта вот, которая наполовину немка, что-то такое. Вот клянусь, не помню, не помню, но вот сказала. Но она такая взрослая женщина, то есть у нее дочка взрослая. Смотрю, слушаю, радуюсь, что вот такие вот коллеги классные. Вот, поэтому, по таким вопросам, пожалуйста, не пишите мне. Еще, очень часто пишут какие-то маги, колдуны. Предлагают такие суммы, реально смешно, ребят. Предлагают такие суммы за рекламу. Чтобы я в видео там сидела, кушала и рассказывала, что вы знаете, вот недавно я узнала, что на мне порча. Или она мне предсказала мое будущее. То есть я перестану себя уважать, если я буду рекламировать то, во что я вообще не верю. То есть это получается обман. Обман своих зрителей. Я считаю, что это потло. Вот когда кто-то говорит, что много рекламы в видео, чисто от монетизации, да я не считаю, что это потло. Вы не знаете, как мало зарабатывают блогеры. Особенно русскоязычные. Вот на американском ютубе дела обстоят по-другому. То есть у них коэффициент раз в 7-8 больше, чем у нас. И порой даже видео не окупаются, понимаете. У меня есть блогер, который я обожаю просто. У нее 30 тысяч подписчиков. Там взрослая женщина ей 40 лет. И вы знаете, я честно смотрю все ее рекламы. Я думаю, а мне-то что? То есть от меня ничего не уходит. Я посмотрю одну рекламу, да? Что от меня-то уходит? Ничего. Интересная реклама. Посмотрю, помогу ей, потому что так бедно живет. Так смотришь, хочешь помочь. Вот такие выдела, ребят. Колдуны, маги. Альтровые автоматы. Подгузники. Не писать. Больше всего тебя знают, что из Брюзелит. Мы, например, иногда снимаем в Бургер Стейшн. Но никто не знает, что мы ни копейки денег не получаем за эти видео. Ни копейки. То есть это не проплаченные видео. Мы разговаривали с хозяйкой Бургер Стейшн. И мы ей сказали сразу. То есть мы скажем объективное свое мнение. Если нам не понравится, мы скажем, что нам не понравится. Если нравится, то мы говорим, что нравится. Он сказал, окей. Говорите, как хотите. Иногда просто, чтобы поменять задний план, как-то, не знаю, разрядить обстановку, мы идем туда снимать. Вот. И неприятно, что многие начинают думать, что вот. Они говорят нечестно. Они вот все хвалят. Да я вот сижу дома, снимаю видео. Вы видели когда-нибудь, чтобы я говорила, что невкусно? Мне вкусно все. Редко, редко что-то мне может не понравиться. Это бывает раз в столетие. Вчера закинула два видео. И вообще, прийти, знаете, что думаю? Думаю по два видео снимать. Один десерт будет, а другое основное блюдо. Вот как вы думаете? Потому что, например, вот я это все поела, правильно? Мне хочется какого-то тортика. Мне хочется чего-то сладкого. И тортик у меня есть в холодильнике. Ой, какой вкусный тортик. Сегодня воскресенье. Сидела, убиралась, короче. Решила разбирать свой шкаф, комод, там кое-что. Выпросила. Правда, не засняла для вас. Хотя надо было. Я не знаю, вам бижутерия будет интересна или нет. Я просто миллион раз раньше показывала вам бижутерию. Там учу одну и тоже снимать постоянно. Блин, у меня так портится бижутерия. Даже есть такие изделия, которые я ни разу не носила. Представляете, купила. Они у меня проезжали в шкатулке. Я сейчас смотрю, что они какие-то серые стали. Я не могу, вот чуть-чуть стоит бижутерия потерять свой первоначальный вид. Я уже не могу ее носить. Мне кажется, что я похожа на бомжиху. Разобрала и просто была в шоке. Такой браслет был классный. Ни разу не носила. И все, он уже весь. Я, кстати, покупала его в аксессуарис. Очень некачественная бижутерия в аксессуарисах. Поэтому я все-таки рекомендую вам покупать золото или серебро. Вот я в последнее время так и делаю. Золотое кольцо носишь 4-5 лет. И все. В первоначальном виде, особенно я люблю лимонное золото. Вот говорят, что там камушки выпадают, еще что-то, что-то. Не знаю, мне никогда ничего не выпадало. Хотя я и сплю с этими изделиями. И посуду мою, и купаюсь. То есть ничего не происходит. Даже, знаете, были сережки, которые я купила достаточно дорого. Но не в таком сетевом магазине, а просто за углом, так скажем, в каком-то маленьком магазинчике. Купила сережки, и они стоили около 2 тысяч. На самом деле, очень красивые сережки. И пару раз я их поносила, потом просто положила в шкатулку. Они слегка потеряли свой цвет. Хотела вам в инстаграме показать. Просто я заметила, когда я снимала инстаграм, что видео не передает вот этих вот изъян. Потом как-то забила. А вот, кстати, этот браслет. Это, наверное, единственное изделие. Это что-то под Тиффани, правильно? Покупала я его очень дорого для бижутерии. Но хорошо, что оно не темнеет. Я даже купалась в этом браслете, с ним ничего не произошло. Он в идеальном просто состоянии. Но покупала я его очень дорого. Не помню по чем. Но я помню, что цена была хорошая. Такие же браслеты у нас продаются в золоте. Или гвоздики, знаете, такие. Разобрала все. Все по местам разложила. Что-то выбросила. Что-то отдала. И последний. Макаем соус. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Я вас очень сильно люблю. С вами Плайка Эмили. Всем пока.